4. Всем привет! Меня в комментах спросили, кто такой Паш Рамштайн, кто такой Константин Сопрыкин и чем заключается наш конфликт. Так вот, Паш Рамштайн это я, человек, который не так давно начал заниматься музыкой, купил гитару в период сложных жизненных обстоятельств. И когда я начал этим заниматься, я начал искать тех, кто мне может помочь в музыке, кто мне может помочь в игре на гитаре. И одним из тех, кто мне помогал, был Рома Коногра из канала «Гитара с нуля». И также я наткнулся на Константин Сопрыкина, когда я искал, можно ли сыграть Рамштайн на гитаре. Это человек со 140 тысяч подписчиками, который себя обозначивает как не блогер, не музыкант и вообще хрен знает кто. Вот, ну типа вот такая вот незаурядная личность. Но он делает весьма неплохие разборы на различные песни, в том числе зарубежные. Вот, и собственно, я когда начал изучать его канал, вот, начал с ним общаться ВКонтакте. Вот, и как ни странно, что вот такой вот, типа, значит, который выдает себя за хорошего, знающего, прям такого, разбирающегося в музыке. Вот, он начал мне отвечать, в чем-то помогать и, собственно, так завязались наши отношения, так скажем, музыкальные. Вот, затем, значит, мы с ним общались довольно долгое время, где-то вот год-полтора, вот. Вот, и все началось, скажем так, в начале предыдущего года, то есть как бы в 20-м году. Мы с ним более тесно начали общаться ВКонтакте, вот. Но я постоянно был у него на стримах, как бы донатил ему довольно большое количество денег, вот. Вот, он мне дал кое-какие советы, помогал в чем-то, ну, как бы, естественно, и я ему тоже во много помогал. Но все изменилось с тех пор, как у него случился конфликт с одним блогером-стримером, который обозревает в том числе музыку. Это с Моисеем Великановым, вот. Это была первая часть моего повествования об этом. Итак, значит, что касаемо конфликта с Константином Сопрыкиным и Моисеем Великановым. Суть в том, что Константин Сопрыкин начал вести рубрику «Уши на жопе» и начал обозревать некоторых музыкальных исполнителей и авторов. Вот, и там он заделал некоего Сергея Сокола, создателя группы, основателя группы «Виконт», вот, и начал обозревать его клип. Вот, и эту самую реакцию на клип задонатили Моисея Великанову, вот, где, посмотрев, собственно, материал, Моисея Великанова назвал его говнарём. Ну, как бы, он сказал, что да, Константин Сопрыкин во всём прав, только кроме того факта, что Константин Сопрыкин сам является говнарём и делает говнарские песни, и сочиняет говнарскую музыку. Вот, на что Константин Сопрыкин очень сильно обиделся и начал просто покрывать диким матом и прочими оскорблениями самого Моисея Великанова, вследствие чего произошёл такой вот конфликт. Вот, и когда они, собственно, начали конфрактаться друг против друга, тут уже затесался я, так как я подписчик Сопрыкина, при этом я кое-что делаю на Ютубе, там делаю каверы, некоторые разборы, вот, и, собственно, Моисей Великанов начал обозревать меня уже, вот, как там он назвал ролик, Паша Рамштайн попал под раздачу, вот, что на самом деле меня очень дико повеселило и развлекло, вот. И, собственно, вследствие этого я стал невольным участником событий, произошедших между Моисеем Великановым и Константином Сопрыкиным, вот. Вот, и Моисей начал и меня обозревать, и так как я тоже нелестно, пожалуйста, высказывался о нём, он и меня, в том числе, задел. Вот. И, собственно, получилось так, что Константин Сопрыкин вместо того, чтобы связаться с Моисеем Великановым и разрешить этот вопрос и конфликт, там, в личных сообщениях, там, в каких-то переговорах, он решил просто забить хрен и начать высказываться о нём и в видосах, и на стримах, просто по-жёсткому. Я же решил вопрос по-другому. Я связался с Моисеем, мы с ним поговорили и очень быстро выяснили между нами все недоразумения, и, в принципе, как бы вопрос был улажен. И всё, как Моисей снял опровержение о том, что я вовсе не тот, за кого он меня принимал, вот, и мы начали потихоньку общаться. Но это очень сильно разозлило Константина, вследствие чего он очень сильно на это обиделся. Он также увидел, что в одном из моих каверов принял участие Моисей Великанов, он мне помог со звуком, с обработкой, вот, и вследствие чего я, естественно, выразил там благодарность и оставил ссылку на его канал. И, в общем-то, он меня вот так вот, значит, послал нахер, забанил везде, вот, и потом ещё и снял про меня парочку хайлайтов со стрима о том, какой я неблагодарный, козёл и всё прочее. Вот, и есть всем, есть куча материалов на эту тему, вот, я их все оставлю, ссылки внизу, вот, там подробный и конфликт Моисея, конфликт меня и Сапрыкина, и, собственно, чем всё это, как бы, обернулось. Вот, и, собственно, вот, и до сих пор, вот, прошёл уже практически год, Константин Сапрыкин всё никак не унимается, он всё снимает, 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 упоминает в видосах меня, там, пытается как-то очернить. Вот, недавно сказал, что мои видосы он будет смотреть только за 10 тысяч рублей. Естественно, то, что на дебаты с ним тоже мне нужно потратить 10 тысяч рублей, ну, какая чушь вообще, просто полная. И вот, в довершении всего, хочу сказать, что это за человек. Это один из самых лживых, занудных, не знаю, просто совков, которых только можно встретить в Ютубе, подчёркиваю, один из самых. Есть, конечно, гораздо хуже, но он один из прям вот жёстких таких вот людей. Вот, просто, короче, сидит старый дед и вот гонит на всех, кого только можно. Вот, и, если чего, раньше я считал, что он вполне норм чел, сейчас я считаю, что он просто урод. Вот, вот и всё, что можно сказать про наш конфликт. Всё.